то возьмем уже нам знакомую голубую ФЦ. Она ничем не плоха, в том числе для этого случая. Вы видите, как не сухо входит краска в холст. Холст у меня среднезернистый, с тенденцией к мелкому зерну. Эти холсты можно приобрести у моего менеджера Карины. И все эти наши задачи учебные выполнять с предсказуемым качеством. Вода тоже голубит, но вода обычно темнее, чем небо. Поскольку имеет собственную тональность, более плотную. Вот я набираю идею более темной воды. То есть иная среда и иная тональность. Возьму голубенький еще темнее и с его помощью наберу рисунок. Приблизительный рисунок. Выше середины по высоте проходит линия горизонта. В самой середине на моей картиночке, на моем фрагменте здания храма и рядышком здания колокольни. Пока ошибиться шансов не было, поскольку мы пользовались только голубым. Если вы еще не допопали в точность силуэта, вы можете белилами отъять, просто сдвинуть и таким образом доуточнить общий силуэт. Силуэт в отражении уже не так важен. Вот, хотя его мы тоже сейчас наберем этим же цветом. Сейчас вы поймете, почему можно вот таким образом поступить, когда только голубой стал. Ну, как если бы у нас был только голубой карандаш, а нам предстояло бы сделать это изображение. То мы бы, конечно, поступили бы... Ну, тональный рисунок стали бы делать с помощью голубого и белого. Что мы с вами демонстрируем для того... И делаем это для того, чтобы найти композицию и заложить как бы теневой цвет. Теперь возьмем... Ну, кстати, вот полощу кисть, я макаю в разбавитель, вытираю стол, вытираю тряпкой со стола. Ну, поскольку стол у меня рабочий, то он не обиделся. Беру более чистые белила, разбавитель, белила. Беру кадми красный светлый. Вдоль линии горизонта Наращиваю закатное состояние Небо. Наращиваю закатное состояние Чуть-чуть и в само верхнее место неба Тоже можно уже не с таким перемолом заложить этот рассеянный в небе свет Вы видите, здесь краснее, здесь побледнее, поразбеленнее И более мерцательно То есть в целом это как бы выглядит однородно, но мерцание света проявлены Это же и в отражении Но уже чуть смуглее Поскольку вода имеет собственную тональность Точно такое же действие выполняем в воде Кстати, формат у меня 30 на 40 Для тех, кто На вскидку еще не научился видеть идею размера Вокруг храма в отражении марьего света Перу другую кисть Разбил красноты Небо на большой картине На полном изображении у Левитана Более сложное, чем сейчас Там полоса одна Там продолжается множество Это множество Можно немножко Срисовать и нам Поэтому я делаю Преувеличенный Уклон Облаков Который создает эффект ухода в перспективу Добавил к разбилу красноты Охру желтую И еще один цветик у нас появится Это розовый С голубым И белилами Это будет теневое звучание Этих облаков Где-то еще более розово Где-то более синевато И вот они уже состоят Не только из света Но и тени У них появилась масса Отсюда выйдут Выйдут облака Более тенистые И тоже пойдут по траектории Спуска По вот этой траектории Спуска Я вижу там только фрагмент Но понимаю идею И укладываю идею Они здесь разбиты Немножко тень Мигает в этих Воротах В этом случае Должна мигать Должна мигать Внутри архитектуры Мигают Слегка Бойницы Немножко вдоль Вдоль береговой Помигивает И отраженность И Ну даже самой площадки Вот этой там Хоть она и тоненькая Но все-таки Чуть-чуть Чуть-чуть Может отражаться Это не значит Что это облако Должно здесь тоже висеть Потому что Угол зрения У воды То есть мы смотрим И как бы видим Немножко Снизу вверх Так мы смотрим Так А в отражении Мы как бы смотрим На эту Снизу вверх Поэтому у нас Другой угол зрения И соответственно Мы не видим Облаков Всерьез Но только дымку Дымку этого Заката Так Ну и все кажется Наверное все И Очень хорошо Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому